Я достижима! У меня целая жизнь впереди и много-много друзей, которые мне помогут! Но опыт возражает. Ну, пожалуй, не вся жизнь впереди. Раз есть я, значит, часть жизни пройдена. И я точно знаю, что именно в этом вопросе ты недостижима. И решили они каждый доказать свою правоту. Мечта взяла себе в помощники романтику, рассудок и время. Романтику, так как они были завзяты и подружки. Рассудок для модуль советов. А время — это вообще отличный союзник. Его и боятся, и ценят, к нему прислушиваются. А опыт привлек скептичность. Скептичность нужным партнерам, особенно когда речь идет о мечте. Арбитром вызвалось быть счастьем. А как иначе, если накануне что-либо, как любовь? Мечта стремилась к любви. Да не просто к любви, а к любви определенного человека. Опыт возражал. Не тот этот человек, которого можно достичь. А если все-таки достичь, то неминуемое разочарование. А разочарование мечте категорически противопоказано. Смерти. Мечта билась-билась. Романтика из себя выходила. Рассудок размышлял. Время давало им все больше и больше возможностей. Но заветная цель не приближалась. Надоело опыту наблюдать за ними. И взмолился он, обращаясь к счастью. Прекратить этот спор. Такой долгий и безрезультатный. Но ведь ты ничего не делаешь, чтобы его выиграть. И все равно побеждаешь. Поскликнуло счастье. Ну, конечно, я же опыт. И я точно знаю, что если стремишься к любви, имея в союзниках романтику, то даже рассудок не поможет. А время будет только отнимать годы, которые можно потратить с большой пользой. А вот замени мечта рассудок на вдохновение, а время на понимание. И сложилось бы все иначе. Но ведь часто любовь приходит неожиданно. Без мечты романтики, без вдохновения, без понимания. Скричало счастье. Да, конечно. Но ведь и без опыта, Стахану Богу. Не так ли? Р sheddingjonка. Редактор субтитров, губрина Семенном Carlos Кор неổi. Корректор истории